МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перевои со светом, бездорожье, но главная проблема – мусорная свалка. От чего больше всего страдают жители села Дюзлер Дербинского района? Расскажем в выпуске. Новые базы для фермерской продукции. В Дагестане построят три оптово-распределительных центра. Сбор продолжается. По просьбам дагестанцев, фонд «Инсан» продлевает сбор для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции. Дагестан занял 68-ю строчку рейтинга по качеству жизни. Исследование регионов России по этому показателю за 2022 год дает РИА Новости. Согласно документу, Дагестан совсем немного уступил Чеченской республике, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. При этом 17 регионов Российской Федерации живут хуже нас. В их числе Республика Коми, Чукотский автономный округ, Сахаринская область и другие субъекты. Первое место по качеству жизни у Москвы. Пять человек погибли и 30 получили ранения, в том числе и один ребенок. Таковы данные неутешительной сводки дорожно-транспортных происшествий. Только за неделю на территории Дагестана зарегистрировано 21 ДТП. Госавтоинспекция Республики просит жителей и гостей соблюдать правила дорожного движения. Не создавать опасных ситуаций на дорогах общего пользования. Беречь себя и своих близких. Постоянные перебои со светом, низкое напряжение в сети, отсутствие асфальтированной дороги и вдобавок ко всему соседство с постоянно тлеющей мусорной свалкой. И все это недалеко в горах, а всего лишь в 20 километрах от цивилизации, то есть от города Дербента. В продолжении темы сюжет Ларианы Шамхалаевой. Дербент – город туристически привлекательный, в том числе и поэтому весь городской мусор выводится на окраину. Так на расстоянии полутора километров от дагестанского села Дюзляр образовался мусорный полигон. Свалка постоянно горит, дымит, а ветер разносит ядовитое зловоние на многие километры округи. Жители района не раз требовали от властей решить проблему и даже устраивали митинги. По ночам здесь спать невозможно и дышать невозможно. Вплоть до 11 часов дня стоит как туман, дым, спученный дым оттуда. Этот дым и туда идет, и туда идет. Ночью ближе к морю идет обычный дым. Спускаются и мы живем. Люди вышли даже туда, сказали, мы не дадим вам кидать сюда мусор. Против нас из района, из города доставили полицейские, чтобы нас разогнать. Начали наших ребят бить, отбирать телефоны. И человек, троих, кажется, забрали туда и посадили. Со свалкой у нас проблем с 15-го года. Народ не может дышать. Приема Гаммеда Халевич, когда он был головой, восстали в село Дюзляр. Куек его наказали, куек его оштрафовали из-за того, что они... Из-за местных жителей? Да, да, местных жителей. Из-за того, что они жаловались. Вот такие моменты были в этом, из-за свалки. По словам местных жителей, спустя годы ситуация не изменилась. Полигон разросся. Проблема теперь касается и других сел. Рюкель, Дюзляра, Водан, Аладаш, Музаим, Камуна. И даже доходит до ближайших сел Табасаранского района. Люди стали чаще жаловаться на обострение хронических недугов. Я сердечник, допустим. Мне тяжело дышать. Таких, как я, здесь несколько человек. Есть люди, которые легкие болеют. Даже и здоровым человеком это вредно. Ночью, летнее время, особенно мы. Когда в домах жарко, открытыми окнами не можем спать. Тоже живу вблизи села Рюкель. Но внизу до меня постоянно доходит этот дым. И по этой причине я даже своих родителей, своего отца и мать забрал туда, в город. Очень много людей есть, пенсионеров, которые болеют. У кого онкология, у кого разные заболевания. Дышать не могут. Местные жители, как ни странно, с тревогой ожидают конца зимы. В теплую погоду, по их словам, мусор не только дымит, но еще и начинает гнить. К тому же в жару справиться с возгораниями свалки сложнее. Именно поэтому задолго до наступления потепления активисты района просят республиканские власти и экологов обратить внимание на их проблему. Ларьяна Шимхалаева, Дауд Гасанов, Новости, ННТ, Дербенский район. Три оптово распределительных центра построят в Дагестане. Планы по реализации проекта обсудили премьер-министр Абдул Муслимов и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин в Санкт-Петербурге. Предполагается, что в центры будет направлена вся фермерская продукция региона. У нас 10% почти, около 10% оращаемых земель в России у нас и 35% оращаемых земель в Северном Калкаре. У нас 70% всей сетов продукции выпускается на оращаемых землях. Они будут ЛПХ, КПХ, СПК разницы. 70% продукции выпускаются там. Поэтому если вопрос о миллиардах на долгом уровне не будет, у нас ситуация будет похожа. Самая опасная ситуация, вам огромное спасибо за то, что вы тогда нас потеряли. Представители Совета Федерации поддержали идею и отметили, что нужно решить вопрос с земельными участками, на которых будут возводиться базы и подвести к ним коммунальную инфраструктуру. Напомним, что в Санкт-Петербурге прошла федеральная конференция партнеров в сфере малого предпринимательства, малому бизнесу, большую полку. Участие в ней приняла и дагестанская делегация, которая представила собственную продукцию более 30 наименований. Фонд «Инстан» продлевает сбор для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции. За двое суток удалось собрать более 20 миллионов рублей. В благотворительную организацию стали поступать сообщения с пожеланиями о продлении сбора, и руководство фонда решило пойти навстречу. Мы связались с Германом Грефом, председателем правления Сбербанка, проработали схему перевода этих денег. В итоге мы достигли договоренностей, мы понимаем, куда нам деньги отправить надо. Плюс у нас есть понятная схема финансовая. Мы все провели через расчетный счет. У людей была возможность с несколькими путями это сделать через QR-код, через систему быстрых платежей, через наше приложение. И о спорте. Ислам Махачев отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. В минувшие выходные дагестанский микс-файтер одержал 12-ю победу подряд в американской лиге. На турнире в Австралии Махачеву противостоял Александр Волкановский. Пятираундовый бой закончился победой нашего спортсмена единогласным судейским решением. Теперь в обновленном рейтинге лиги Махачева сглавит список лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Пробежка с чемпионом. Акция под таким названием прошла в Махачкале на городском пляже. Несмотря на морозную погоду, зарядку вместе с известными дагестанскими спортсменами провели порядка 150 человек. Это дети, молодежь и взрослые. Все они соревновались в беге на длинную дистанцию. Здесь же для участников был организован турнир по подтягиванию на турнике. В завершение для всех участников было организовано чаепитие. Еженедельная акция призвана укрепить дружеские отношения между любителями здорового образа жизни из разных уголков республики. С каждым разом география участников проекта расширяется. Когда вот так мы вместе объединяемся, вместе вот так собираемся по выходным, это еще нас объединяет и духовно тоже. Поэтому дай Аллах, что вот это братство, единство, которое у нас есть, оно чтобы тоже продолжалось. Я уверен, сюда не просто пришли позаниматься спортом, а увидеть друг друга, обнять друг друга, поздороваться, посидеть. После этой разминки попить вместе чай. Я сам лично тоже чисто из-за этого сюда прихожу. Поэтому дай Аллах, чтобы каждого из нас, вот это братство, единство, оно сохранилось. И еще, чтобы увеличивалось и увеличивалось, еще сюда братьев других тоже звать, подтягивать. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до встречи.